Москва! Вы даже себе не представляете, насколько мы близко к вам. Зря вы это затеяли. Мы уже совсем рядом. Попытка военного переворота в России. Так говорят о том, что происходит сейчас в стране. Вооруженные люди передвигаются по федеральным трассам, часть из них перекрыты. Режим контртеррористической операции введён в Москве, Московской и Воронежской областях. ЧВК Вагнера захватили военные объекты в нескольких крупных городах, сообщает агентство Рейтер, и публикует кадры того, как выглядит сейчас центр Ростова-на-Дону. Вооружённые наёмники частной военной компании Вагнер патрулируют улицы. Вагнеровцы взяли под контроль важные военные и административные объекты, включая штаб Южного военного округа и мэрию Ростова-на-Дону. При этом на кадрах есть и люди в форме Минобороны России. Выезды из города перекрыты. Основатель ЧВК Евгений Пригожин утверждает, что его бойцы сбили три вертолёта Минобороны. Но подтверждения этой информации пока не было. Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолёты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нету. Санитарные борта уходят, проблем нет. Всё, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Также в телеграм-каналах близких ЧВК появилось видео, где Пригожин разговаривает с замминистра обороны России Юнус Беком Евкуровым и генералом Владимиром Алексеевым. Тот, кстати, накануне обращался к вагнеровцам с призывом остановиться и называл происходящее попыткой государственного переворота. Ролик записан во дворе штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Пригожин заявляет, что намерен идти на Москву и требует выдать ему министра обороны Шойгу. Потому что вы долбите по мирным жителям, вы уничтожаете мирняк, вы только что развалили автобус с людьми, и совести у вас никакой не было от этого. Ну, во-первых, я в первую службу. Я по разговариваю. Я что-то не могу разговаривать, что я поедал. Ещё раз, мы сюда приехали, мы хотим получить начальника генштаба и Шайгу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идём в Москву. Ох, ну ладно, ты что такое? Ну ладно, сука. Да это что, сука. Накануне вечером, 23 июня, Пригожин обвинил министра обороны в ударах по лагерям ЧВК в тылу и пообещал устроить марш справедливости. Там пацаны же были, б***ь. Зло, которое несёт военное руководство страны, должно быть остановлено, объявил основатель ЧВК. Эту угрозу в ФСБ России восприняли как попытку устроить в стране военный переворот и возбудили дело о вооружённом мятеже. Обо всём доложили президенту Владимиру Путину. На утро следующего дня он выступил с обращением. То, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Солидар и Артёмовск, города и посёлки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и брату убийству. Ранее с призывами к бойцам ЧВК остановиться и не следовать приказам Пригожина обратились в Минобороны России, заявив, что наёмников обманом втянули в преступную авантюру и призвали не участвовать в вооружённом мятеже. С такими же призывами обратились к ЧВК сразу несколько высокопоставленных военных, включая генерала Суравикина. «Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждёт, когда у нас обострится внутренне политическая обстановка. Нельзя играть на руку противников в эти тяжелые для страны времена». Но пока все эти призывы остаются без отклика. Более того, приходит сообщение, что военнослужащие российской армии переходят на сторону ЧВК. Появились фото военных, сдавшихся в плен под Воронежем. И изданию «Вёрстка» удалось подтвердить, что это пограничники с погранпункта «Бугаёвка» между Воронежской и Луганской областью Украины. «Смотри, что происходит. Перекрыли дорогу. Вообще пост перекрыли. Дорогу минируют. Смотри, дорогу минируют». Численность группировки ЧВК «Вагнер» предположительно 25 тысяч человек. В её составе, кроме профессиональных наёмников, большое количество бывших заключённых. В телеграм-каналах появляются видео, на которых слышны звуки стрельбы в Воронежской области. «Б***ь! Откуда взрывается? Страшно!» Губернатор Александр Гусев заявил, что на территории региона проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия. На нефтебазе в Воронеже произошёл взрыв. «Только что был взрыв. Мама! Мама! Неустрочно! Мама!» Выстраиваются очереди на заправки. Жители стараются покинуть город. Снаряд прилетел в один из жилых комплексов. В небе над Воронежем заметили истребители. Вертолёты воздушных сил пролетают также над Курском в сторону Воронежа. А в Ростове-на-Дону сообщают о взрывах и стрельбе у штаба Южного военного округа. В сторону города едет большая колонна военной техники чеченских подразделений. События развиваются стремительно. В соцсетях также появляются кадры с движением военных колонн в сторону Москвы. В самой столице усилены меры безопасности, отменены все массовые мероприятия. Власти допускают введение комендантского часа. Частично перекрыты три трассы в Московской области. Среди них федеральная трасса «Дон», которая ведёт в Москву. Вообще перекрыли на Волходонской развязке. Здесь стоят. Всё. Димаш ЧВК «Вагнер» – самый серьёзный вызов российскому государству, пишет Минобороны Великобритании. Там не сомневаются в том, что вагнеровцы намерены дойти до Москвы. Ведомство отмечает, что российские военные и другие силовые структуры практически не оказывают сопротивления ЧВК. А российские чиновники и политики выступают с призывами объединиться. Но про Пригожина, с которым, кстати, многие знакомые, раньше всячески его поддерживали и хвалили, никто не говорит. Сам он записал новое заявление, сказав, что сдаваться не намерен. По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей Родины. Мы воевали и воюем. Все бойцы ЧВК «Вагнер». И никто не собирается по требованию президента ФСБ или ещё кого-нибудь прийти с повинной. Потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше. В коррупции, в обмане и в бюрократии. В Евросоюзе и США пока никак не комментируют мятеж вагнеровцев. Но сообщили, что внимательно следят за ситуацией. А в Украине советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это началом гражданской войны в России. Что будет гражданская война? Все будет хорошо, и тяжело. На улицах Ростова-на-Дону, например, жители спорят, кто прав, кто виноват. И занимают разные стороны. Я из-за тебя город не раз... Ты слышал, что Путин сказал? Почему я должен в своём городе где-то спорить? А потому что за вагнеров войдёт вагнеры молодцы. В городе военных не должно быть. В другом деле. Минобороны само начало это всё. Они обстирали наши полонны. Поэтому мы этого не будем прещать. Военный обозреватель Би-Би-Си пишет, что нейтрализация мятежников при помощи жёстких решительных действий, о чём заявил в видеообращении Владимир Путин, задача непростая. Вагнер находится в крупных городах, откуда не эвакуировано гражданское население. А в плотной городской застройке использовать тяжёлую бронетехнику и авиацию трудно. Кроме того, бороться с опытными и подготовленными боевиками, которые знают, как воевать в городе, вряд ли получится без жертв и разрушений. Подразделения Вагнера прошли слаживание в боевой обстановке, а про высокую дисциплину в рядах ЧВК писали даже пророссийские блогеры и военкоры, отмечает Павел Аксёнов, корреспондент Би-Би-Си. В любом случае, считает он, если ЧВК не сложит оружие добровольно, то хороших выходов для российского руководства из этой ситуации пока не видно. Редактор субтитров А.Семкин